всем привет сегодня хочу показать вам еще один проект который я начала вышивать это мой новый сэмплер от rosewood вот такой вот красивенький сэмплер опять тюльпаны мои тюльпаны dimensions тоже уже скоро будут ходить к концу и я просто хотела попробовать вышить пару крестиков на равномерке потому что тут идет равномерка и я не удержалась отшила целый целый тюльпан также хотела сделать это видео потому что у меня сейчас наверное не будет времени показывать это все поэтому я решила отшить уже какой-то участок чтобы вам было ясно и понятно показать тут идут ниточки как же они называются а вот они xd works вот такие вот они по моему они стоят около трех с половиной долларов тут по моему 5 ярдов 5 ярдов это в одном ярде 90 90 метров где-то ну короче четыре с половиной метра вот тут шесть сложений ниточки чуть чуть тоньше чем dmc чем dimensions и они такие мягкие ну все я влюблена в них по уши и наверное это моя любовь будет надолго и не зря они так долго стоят дорого стоят опять же эти ниточки нельзя будет не забудь конву стирать и поэтому я стараюсь очень очень аккуратно с работаю с этой обходиться тут всего лишь 7 цветов я вам сейчас покажу я делала на паковский органайзер и так же у меня тут и ниточка dimensions первый раз я начнала использовать свой паковский органайзер вот такие вот они кучерябенькие у меня вот эти вот ниточки там их по нескольку моточков идет на сэмплер но их всего 7 цветов вот мои дименшинские ниточки вот также я буду этот проект вышивать когда буду делать бэку своих тюльпанов это там там достаточно бэка будет и ну чтобы тяжело не было буду по 3-4 тюльпанчика обшивать бэком от параллельно буду вышивать вот эту вот работу вот такой вот я тюльпанчик уже отшила вот интересно вышивать настолько просто схема великолепная там даже даны отдельные такие схемки которые можно потом будет дальнейшем использовать для отшития закладки для отшития чехольчика для ножничек для какой-то игольницы ну то есть там включать надо свое воображение можно также менять цвет тюльпана это на любителя поэтому вот схема конечно не не дешевая этом районе на 1 2 3 идет где-то то ли 15 нет не 15 по моему 13 с половиной доллара была вот эта вот схема чем раз я покажу вот она вышивается на на конве antique white то есть как бы белая немножко со со стариной вот да по моему поэтому наборчику все а ну изнаночку давайте вам покажу я конечно не старалась тут никакой там идеальной изнанки делать можно было потому что схема не настолько сложная вот такая вот у меня изнаночка я потом кончики поврезаю потому что это равномерка чтобы там ничего не оглядывала вот можно было конечно аккуратнее ну я исхожу из того что это будет у меня висеть на стене то есть это будет оформляться мне самое главное чтобы протяжки не было видно вот между тюльпаном там и вот еще где-то ну ее как бы невозможно чтобы она была потому что там такие расстояния большие все поэтому все еще хочу показать вам свои самые самые дорогие наборы которые у меня когда-то были в моей жизни наборы для вышивки почему вы сейчас поймете почему мы говорю что они дорогие самые потому что несмотря на то что они покупались после обвала нашей гривны там цена идет это 360 500 гривен до доллара тогда уже был 15 по моему я не знаю буду их вышивать или нет ну например и объясню вам у каждой нормальной женщины я соотношу к нормальной с приветом том что у нас гардеробе есть какая-то вещь кофта платье штаны которые мы наверное ни разу не одели но я думаю что у каждой женщины такая вещь есть или которую отделана один раз в жизни и которые наверно никогда больше не оденет и даже если мы заплатили за эту вещь 5-10 гривен она будет самая дорогая потому что мы ее не относили на эти деньги мы деньги выбросили на ветер вот не знаю возможно когда повзрослею я может мне захочется опять их набор отшить но они мне как-то разонравились я не знаю по таким впечатлениями покупала то ли за того что это было какое-то вот ну сумасшествие с тем что ну я приезжала тогда выезжала на украину и такая ситуация была то ли под страхом я не знаю но в общем не важно вот вот такой вот набор от золотой руны я видела отшив я мечтала об этом наборе серьезно где-то 5-7 вроде тогда я не покупала его тогда только того что не хотела вышивать одинокий дам а потом это все плюнула и когда уже такая цена была вот на 395 гривен еще осталась цена я его решила быстренько купить ну что кофточка у тут отшивается у этой мадам она действительно смотрится в отшиве как бархатная мне очень очень понравился отшив но сейчас мне как-то сюжет этот раз и нравился мне тут эти сэмплеры еще что-то захожу свой магазин как алкоголик в бар знаете каждый раз что-то вот возьму это возьму это потихоньку потихоньку и собирается уже наверно будет третий ящик с вышивкой вот так же еще золотое руно вот такой вот у меня набор тоже 360 гривен он стоил вот тоже не знаю когда-то буду отшивать его не буду что-то уже не мою в принципе я цветы люблю это как бы и классика является да не знаю что вы думаете по этому поводу но что с тем набором у меня ясно однозначно этот у меня еще стоит может быть лет в 70 буду вышивать его если буду если нет он не будет однозначно самым дорогим набором так еще такая вот девочка ну тут вообще тут полная пиксельность тут что-то такой дорогой был 590 гривен может уже там они подняли что-то там на него не знаю мне нравятся такие сюжеты очень нравятся но не нравится в golden kite вот а золотое руно тут такая смех какая-то пиксельность ну не знаю не знаю может кому-то подарю может еще что-то так еще у меня один набор вот серьезно я их даже не помнила половина что у меня так это вот есть я была в шоке я была конкретном шоке когда к нам вещи пришли открыла первую коробку 64 и там была моя вышивка такая была рада когда я открыла к боже что это помнила я два набора которые у меня были один с такими вот планшет очками я что-то не знала что у меня есть лукой с наборчик это меня оказывается есть один наборчик как лукой с вот такая вот такой вот цветочек я не знаю тоже когда-то это будет отшиваться ну вроде сейчас уже смотрю несколько раз но первое впечатление я была в шоке конечно сейчас смотрю вроде как и неплохо но не знаю опять же таки меня жестокая сейчас всякого поэтому так последняя последняя то что я открыла у меня становилось сердце я очень четко помнила что у меня был набор от риоли с маки премиум коллекшен к сожалению у меня коробки нету мы так переезжали туда-сюда и я эту коробку просто выбросила ну наверно посчитала тем что она мне не нужна занимать много места посмотрите что есть у меня я думала будет сейчас сердечный приступ я начала этот набор вот размечены карандашом простым я сразу подумала пойду сейчас отмывать от взять резинку все это стереть но потом я думала даже силы и время не буду тратить на это во первых во вторых тут идет 14 каунт и это не полная зашивка однозначно этот набор надо вышивать на равномерке поэтому несмотря на то что я хочу отшить этот набор он является и так не дешевым но если куплю тут равномерку равномерка тут дорогая наверно может обойдется долларов такой размер долларов 25 а может быть даже 30 я не знаю я честно на ткани день не помню сколько денег стоит к естественно у меня вот это и ланшет очка осталось и ниточки вот эти вот и бисер иголочка даже бисерная заколотая хочу отшить набор потому что реально эта работа смотрится красиво очень красиво и вижу я на кухне ее и люблю маки и красный цвет цвет и такой вот эффектная работа получится но я ее думаю на равномерочки все-таки вышить чуть-чуть хочу поменьше взять каунту 14 идет но может быть 16 или 18 не знаю так с этим все другие мои дорогие наборы из моего из моего бара так и сказать ну я там что так подкупила это на мою цыганочку от миробили получается вот такой вот креник ниточки вот такие которые идут из такерон ниточки тоже я не помню поскольку они были но дим си нитки и не покупала вот они по длине идут скрученные если вот эти big 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 works они вот такие вот маленькие то и типа больше идут не знаю чем там качество отличается от этого water lilies мне кажется мне кажется эти намного мягче но я вот этими вышивала они мне так мягкими казались кстати эти ниточки не шерстятся не раз не расслаиваются они не узелки не закручиваются вот я только сейчас я не планировала этого все показывать ощущается разница значительная что эти мягенькие я не покупала нитки dmc потому что у меня там две коробки есть ниток dmc я что-то подберу ну если один в один будет то я не буду брать не буду покупать вот еще у меня такой бисерный набор идет для этой вот миробилии полностью весь комплект также я взяла ткань на эту миробилию это идет линда 32 каунт вот такого шоколадного молочный шоколад написано цвет по размеру вот такую не знаю они на ранее не продают там кусочками такими маленькими вот такой вот адрес это для моей миробилии потом я взяла для inspiration тоже отрез ткани тоже он не продается такой точь-в-точька в котором не надо отрезу продается немного больше и он такой идет состаренный такой я честно выбирала ткани они хотела эту желтую ткань брать потому что это как желтая газета но он по такому стилю идет такой он идет в наборе уже тут немножко один они тут просто один это обработанный 2 получается тут это вот один короче мне придется обработать край вот такая вот видите там где-то есть темнее не знаю как часто показывать показывать темнее там где-то есть светлее разводы я буду отшивать со стороны там где светлее мы посоветовались с этими вышивальщицами вот думаю должно получиться хорошо что у меня еще это у меня на мой крикет коллекшн на мой домик вот такой вот наборчик но уже не буду открывать потому что там единственное что покажу вам этого паука который тоже цепляется они тут какие-то еще тоже вот идут пришиваются эти вот пуговички всякие ну ладно и dmc взяла стеки ниточки проще все взяла для этого домика так подходим к сэмплером которые у меня еще есть которые я вам не показывала вот такой вот сэмплер это сэмплер winter зимний вот такой вот тоже он будет интересно его в отшиве я видела только в интернете но я очень-очень хочу себе вот эти вот все сезонные сэмплеры от rosewood так inspiration журители вот такой вот осенний еще купила сэмплер такой он яркий насыщенный очень хочу его отшить ну безумно хочу вот жить мне очень нравится вот такие вот розы еще забыла бабу ягу принести вам еще такую красивую бабу ягу купила одина у меня в общем покажу вам тогда следующий раз бабу ягу ну что я сейчас не смогу смонтировать ничего там такая красивая баба яга но уже не буду видео переписывать блин ладно покажу вам в следующий раз вот ну все пока у меня все буду вышивать потихоньку я знаю что это ненормально со своими моими наборами я уже сказала мужу что я в этом году ничего не хочу ни платья ни туфлей ни кофт ничего женщины вместо меня там смеются говорят люда ты как это женщина которая заходит магазин везде на всем экономишь зато заходишь вышивальный магазин тебя деньги вот так вот я говорю да это у меня так и есть там сэкономлю там сэкономлю зато на вышивке я не экономлю все что мне хочется то я как бы в принципе и себе покупаю ну да 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 да